Скажите, пожалуйста, вот эти два мужчины на лестнице, они там стояли для того, чтобы встретить Наталью Мизюкину? Или же вы все-таки переживали, что еще кто-то может прийти, не запланированный на эту беседу с журналистами? Вы знаете, я хочу сказать вот что. Учитывая ту ситуацию, ту обстановку, в которой мы сегодня проводим нашу беседу, я бы хотел, чтобы она так и продолжалась, чтобы она была в спокойном, нормальном, конструктивном русле. У вас есть вопросы, я на них отвечаю, я донес то, что я хотел вам донести. Если мы соберем сейчас сюда собрание, здесь будет базар, здесь будет крик, здесь будут разборки, здесь будут какие-то опреки и так далее. Я готов встретиться с кем угодно, когда угодно, пожалуйста. Я почему собрал здесь сегодня всю прессу, которая есть у нас в городе? Для того, чтобы прежде всего сказать, показать, что, извините меня, ребята, это документ, подписанный сегодня. То есть на сегодняшний день, может быть, я же, что там пишет прокуратура, это интересно еще будет. Надо будет пойти в прокуратуру, я просто, было объявление о полиции, поэтому я обратился в полицию, надо будет обратиться в прокуратуру, я обращусь в прокуратуру, не проблема. Но на сегодняшний день я хочу попросить вас, если, как это делается, не знаю, это уже ваша парафия, как делается опровержение о том, что на сегодняшний день было дано ошибочно это объявление, заявление о возбуждении криминального проваджения по директору КПГ ЖК Яценко. Я буду вам очень признателен за это, для того, чтобы мы понимали, что мы действительно живем в правовом государстве, что просто так обвинить и обделять у человека у нас нельзя. Я сегодня постарался со своей стороны показать вам все открыто, все, что есть в этом предприятии. Те проблемы, которые есть, конечно, они есть. Они есть, их нужно решать, но это хозяйственные вопросы, которые действительно, многие вопросы мы сейчас начинаем решать с полкомом, потому что уже два года наше предприятие работает. Мы до сих пор ни одной копейки бюджетной не взяли. Мы работаем только на тех деньгах, которые мы заработали. Мы платим долги населения, мы платим долг ютке, мы платим зарплату, небольшую, ну как, мы платим зарплату законную, но мы не можем позволить себе премии, там, или так далее, и так далее. Меня недавно спросили, Вадим Петрович, у тебя какая зарплата? Я говорю, ну у меня контракт с мэром как-то положено. Он на меня так смотрит, а что? И все? Я говорю, да, и все. Что, и премии не было? Не было. И интенсивности не было? Не было. Что, ни разу? Нет. Почему? Я говорю, а за что мне интенсивность давать? Да, я работаю здесь сутками. Не может ни один житель сказать, что он проснулся, меня здесь нет, или он лег спать, и меня здесь нет. Я люблю свою работу, я знаю, для кого я работаю. Я знаю, что такое работать с людьми. Как нужно помогать людям и работать для детей. Вадим Петрович еще и является помощником импутата Верховной Рады, если вы забыли. Е-е-е-е-е. Нет, но все-таки давайте мы закончим, так как с нас начали. Я прошу прощения, просто сегодня у нас назначена встреча. Я понимаю, буквально пять минут. И скажите, Наталья Мизюкина обращалась к вам за тем, чтобы вы прокомментировали эту ситуацию? Конечно, конечно. Но вы отказали ей? Конечно. Я еще раз хочу сказать, я готов говорить с журналистами, с гражданами. Я же говорю, вот миг поступил интереснее. Они сделали с одной стороны и по телефону предупредили с другой стороны. То есть показали один репортаж и другой. Если бы Наталья Мизюкина, получив информацию от жителей, положила ее в стороночку, даже не говоря о том, что у нее есть какая-то информация, пришла бы ко мне и сказала, Владимир Петрович, у вас есть какие-то проблемные вопросы, такие-таки. Я бы ей это все в открытую рассказал. Она бы собрала эту информацию. Вы бы сели, как у ваш коллектив, обсудили вот это, это, вот это, вот это, вот это, вот это. И выдали бы в эфир. Вопросов нет. Это объективное ваше видение. Вы вправе каждый его иметь. Так как я имею право на защиту того, своей чести и достоинства. Понимаете? Пожалуйста, вы высказали нормально. Сначала выбрасывается грязь, извините меня, по-другому я это не называю, потому что это в мой адрес. Потом мне звонят и говорят, Владимир Петрович, а вы не хотите отмыться? Нет, не хочу. С вами не хочу. Потому что завтра у МИГа возникнут вопросы, потом у газеты возникнут вопросы. Поэтому я и пошел на тот шаг, где пригласил все средства нашей информации нашего города, объяснил, насколько это доступно для всех вас.